Всем привет! Сегодня мы поговорим о пользе и вреде лука. В видео также можете узнать о том, какое количество лука можно употреблять без вреда для здоровья и об отдельной пользе лука для организма женщин и мужчин. Поэтому прошу досмотреть ролик до конца и не забыть подписаться на канал. Приятного просмотра! В современном мире практически каждый человек старается поддерживать здоровый образ жизни и питаться правильно. При этом он совершает ряд ошибок, употребляя в пищу различные овощи и фрукты, не задумываясь о том, что помимо пользы они могут нанести и вред. Одним из ярких примеров такого продукта, с одной стороны очень полезного, а с другой вредного, является лук. Конечно, если сравнивать, то пользы от него в разы больше, чем вреда. Тем не менее, есть целый список заболеваний, при которых запрещено есть лук. Полезные качества лука можно объяснить высоким содержанием в нем витаминов и микроэлементов. В частности, это железо, сера, фтор, кальций и флавоноидов. Все эти компоненты делают лук полезным продуктом. В России лук был заведен из Юго-Западной Азии. Уже более 6 тысяч лет назад люди знали о данном овоще. В Древней Греции репчатый лук применяли в качестве лекарства, а в Риме воины употребляли его ежедневно, так как считалось, что он придает сил и храбрости. Спортсмены Олимпа придавали себе сил и энергии для тренировок с помощью лука. В современном мире для этих целей лук используется не так часто. Однако это частый гость любого дома. Без лука невозможно приготовление огромного количества блюд. Возможно его применение в качестве лекарства в сфере медицины и даже красоты. Далее мы подробнее рассмотрим полезные и не только свойства лука. Итак, перейдем к полезным свойствам лука. Поддержание здоровья сердца и сосудов. Этот овощ оказывает целый ряд положительных свойств для сердца и сосудов. Он содержит в своем составе антиоксиданты, которые тормозят воспалительные процессы в стенке кишечника. Еще он препятствует формированию атеросклероза за счет снижения уровня плохого холестерина и снижает кровяное давление. По последним данным установлено, что ежедневное употребление 45 г лука достоверно снижает плохой холестерин и триглицериды. Благодаря торможению воспалительных процессов в сосудах стенки кишечника профилактируется ее повреждение и уменьшается риск тромбообразования. Благодаря таким положительным свойствам этого растения предотвращается риск серьезных сердечно-сосудистых катастроф. В частности, речь идет об инсульте, инфаркте и тромбоэмболии легочной артерии. Ученые из Германии установили, что ежедневное регулярное употребление этого чуда овоща в пищу закономерно снижает артериальное давление до 7%. Вы можете употреблять лук в качестве профилактического средства от артериальной гипертензии, но помните, что одного растения будет недостаточно. Обязательно принимайте медикаментозную терапию, которую назначает врач. Грипп, простуда и насморк. Рецепт из детства. Вдыхание мелко нарезанного лука. Это очень эффективное и проверенное годами средство. Воздействие идет на верхние дыхательные пути, где больше всего сконцентрировано количество вирусов, простуды и бактерий. Для наибольшего эффекта рекомендуется использовать свежий лук и вдыхать по очереди тортом-то носом, как минимум в течение 20 минут. Повторяют эту процедуру несколько раз в день. Лучше использовать этот метод в качестве профилактики или в первые дни простуды. Болезни почек. При болезнях почек хорошо помогает луковый отвар. Это средство применяют в комплексной терапии пиелонефритов, циститов, уритритов. Рецепт прост. Необходимо 3 чайные ложки луковой шелухи залить кипятком примерно 400 мл и кипятить в течение 1 минуты. Затем дать настояться до 30 минут, процедить и можно употреблять 3-4 раза в день по 15 мл. Болезни горла. Хорошей лечебной комбинацией против простуды и ангины является сок лука вместе с медом, смешанный в равных пропорциях. Употреблять по 5 мл 4 раза в день. Такое средство отлично смягчает горло, убирает воспаление и оказывает антимикробный эффект. Еще один способ применения данного средства по 1 столовой ложке 3 раза в день от проблем с сосудами головы. Судороги. Отвар луковой шелухи приходит на помощь, когда необходимо убрать судороги в ногах. Залейте кипятком 1 чайную ложку измельченной луковой шелухи. Дайте настояться 10-15 минут, процедите и пейте перед сном. Грибок ногтей. Эффективное средство при поражениях ногтей грибком – ежедневные ванночки в крепком отваре луковой шелухи. Длительность процедуры не менее 30 минут. Запеченный лук от кашля. Хорошее и эффективное средство при бронхите. Его можно принимать даже людям с воспалительными заболеваниями желудка. Наполните бутылку из-под вина нарезанным луком, закройте пробкой, обмажьте сверху тестом и поместите в духовку, пока не образуется румяная корочка. Затем можно выключить огонь и дать остыть. Уберите тесто, а изготовленное средство применяйте по 2 столовые ложки 4 раза в день после еды. Профилактика развития рака. У людей, которые каждый день используют в своем рационе лук, гораздо реже встречаются онкологические заболевания, в частности рак желудка и кишечника. Американские ученые установили, что употребление этого овоща снижает риск возникновения рака желудка на 22%, а риск возникновения колоректального рака на 15%. Полезные свойства лука в области онкологии обусловлены входящими в его состав микроэлементами и антиоксидантами. Лук является профилактикой в возникновении злокачественных опухолей. Снижение уровня глюкозы в крови. Ученые установили, что ежедневное употребление в рационе 100 граммов чудо-овоща достоверно уменьшает уровень глюкозы в крови на 1-2 моль на литр в течение 4 часов. Такой сахароснижающий эффект позволяет применять лук в качестве профилактики сахарного диабета. Ученые подтвердили такой же эффект в экспериментах над животными. Растение способно снижать не только сахар в организме, но и жировые отложения, так как ожирение – фактор риска развития сахарного диабета второго типа. Эффект обусловлен большим содержанием кверцетина и серы в луке. Применяйте лук как гипогликемическое средство. Укрепление костей. Ученые в Китае доказали, что ежедневное употребление 100 мл сока лука повышает минеральную плотность кости. Этот эффект особенно заметен у женщин с повышенным риском развития остеопороза. В возрасте старше 50 лет, в период постменопаузы, американские ученые доказали, что даже небольшое ежедневное употребление растения достоверно повышает минеральную плотность кости на 5%. Перечисленные выше положительные свойства лука помогают профилактировать остеопороз и снизить риск патологических переломов. Установлено, что даже при нерегулярном употреблении лука риск перелома шейки бедра снижается на 20%. Чудо-овощь повышает минеральную плотность кости и профилактирует развитие патологических переломов. Польза для мужского здоровья Репчатый лук очень полезен для мужского здоровья. Он способен восстановить репродуктивную функцию у мужчин и помогает избавиться от проблем с бесплодием или низкой активностью сперматозоидов. Необходимо понимать, что бесплодие одним луком не вылечить, но его применение в качестве комплексной терапии будет очень полезно. Также лук эффективен в качестве дополнительного средства в лечении аденомопростаты. Очень распространенное заболевание у мужчин после 40 лет. Употребляйте в своем рационе этот овощ ежедневно, и он не только освободит организм от вредных веществ, но и укрепит стенки сосудов, сделает их более эластичными. Перед сном съешьте небольшой кусок лука, и вы совсем позабудете про частое и даже болезненное мочеиспускание. Через месяц все проблемы с предстательной железой уйдут. Польза для женского здоровья. Чудо-овощь полезен для женщин не меньше, чем для мужчин. За счет высокого содержания витаминов группы В, особенно фолиевой кислоты, он способен поддерживать гормональный фон женщины в норме. Каждый день, съедая лук, вы обеспечиваете себе профилактику злокачественных опухолей молочных желез, хороший метаболизм, правильную работу желудочно-кишечного тракта, избавление от боли во время менструации, повышение либидо, здоровую репродуктивную систему. Лук за счет высокого содержания витамина С способен помочь даже в омоложении кожи, восстановлении волос и ногтей. Такой эффект достигается за счет стимулирования выработки коллагена женским организмом. Возможный вред и противопоказания. Несмотря на то, что репчатый лук – это целая кладезь полезных веществ и витаминов, нельзя не учитывать тот момент, что к его применению у некоторых людей есть определенные противопоказания. Также у него есть определенные нежелательные эффекты. Плохой запах изо рта. Практически всегда после того, как вы съедите лук, появляется этот побочный эффект в виде запаха. Нейтрализовать его можно, если после лука съесть листья петрушки или грецкие орехи. Нарушение работы органов желудочно-кишечного тракта. Как правило, такой побочный эффект развивается только при избыточном поедании лука или у людей с хроническими гастритами, панкреатитами. Провоцирует аритмию. У людей, которые имеют заболевания сердечно-сосудистой системы, такие как хроническая сердечная недостаточность или ишемическая болезнь сердца, рекомендуется ограничить прием лука. Овощ тонизирует сосуды, поэтому у людей с заболеваниями сердца может спровоцировать нарушение сердечного ритма. Подводя итог, можно сказать, что стоит ограничить потребление лука в следующих случаях. При наличии хронических заболеваний желудочно-кишечного тракта, особенно в период обострения. К таким заболеваниям относятся гастриты, панкреатиты, язвенная болезнь и гастроэзофагиальная рефлюксная болезнь. Противопоказано людям с заболеваниями сердечно-сосудистой системы. Лук полезен для сердца и сосудов только в качестве профилактики. Хроническая сердечная недостаточность. Склонность к нарушению сердечного ритма. Необходимо уделить внимание вопросу об употреблении лука в период беременности. Как мы уже говорили выше, овощ в немалом количестве содержит фолиевую кислоту, которая крайне необходима для хорошего созревания плода. Витамин В9 участвует в закладывании нервной трубки плода, поэтому недостаточное его поступление с пищей может привести к образованию пороков развития как сердечно-сосудистой, так и нервной системы. Витамин С, которым также богато растение, помогает повышать иммунитет малыша. Беременным рекомендуется в сутки употреблять по половине луковицы. Какое количество можно применять без вреда для здоровья человека? Любой продукт хорош, когда его используют в меру. Избыток, ровно как и дефицит, не оказывает никакого положительного эффекта. Непосредственная польза данного овоща состоит в том, что употребляя в пищу всего 150 граммов лука, вы получите суточную норму витаминов А, С и необходимые электролиты, в частности калий, селен, магний, кальций, фосфор. Список полезных веществ немаленький, и все эти микроэлементы необходимы для поддержания здоровья сердечно-сосудистой системы и костей. Всегда помните, что избыточное потребление растения может навредить. Не забывайте о правильном хранении овоща, чтобы он всегда был свежий и сочный. На этом закончим ролик. Если видео было полезным, прошу поделиться им с родными и близкими. Еще буду благодарен, если поставите лайк, подпишитесь на канал и нажмете на колокольчик. До новых встреч!